Всем привет! Это новости АФК Система, с вами Мария Венде и Виктор Черкасов. Сегодня в выпуске результаты второго квартала, третья клиника по франшизе МЕДСИ и Альянс по защите детей. Обо всем этом и не только, подробнее прямо сейчас. АФК Система представила отчетность за второй квартал 2021 года. Выручка увеличилась на 16% год к году и составила 180 млрд. рублей. Рентабельность по скорректированной АИБДО составила 32,5%. Из позитивной динамики активов АФК стоит отметить двузначный рост МТС, повышение выручки агрохолдинга Степь на 77%, ГК МЕДСИ на 60% и Сегежи Групп на 45%. МЕДСИ открыла третье медицинское учреждение по франшизе. Новый актив – это семейная многопрофильная клиника, предоставляющая полный комплекс услуг по диагностике и лечению заболеваний. Медицинский центр занимает площадь почти 500 квадратных метров. Клиника открыта партнером МЕДСИ при юридической и организационной поддержке компании. Объем инвестиций партнеров в проект составил 40 млн. рублей. К новостям комфортной городской среды. Сразу две заявки – семейный парк Сегежи в Республике Карелия и Галич-город у Синего озера в Костромской области победили на пятом всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Заявки подготовлены при участии Сегежи Групп. А группа «Эталон» начала активное строительство ЖК «Шагал» на площадке «Зил Юг». Это знаковый для компании и столицы проект, который является крупнейшим проектом для девелопмента промышленных территорий не только в Москве, но и в Европе. МТС и другие крупнейшие цифровые компании РФ объявили о создании альянса по защите детей в цифровой среде. Компании подписали хартию по безопасности детей в сети. Владимир Путин наблюдал за церемонией подписания по видеосвязи. В рамках альянса президент МТС предложил заняться созданием контента, который сократил бы расстояние, возникшее между детьми цифровой эпохи и их родителями. Подробнее президент МТС Вячеслав Николаев. Во-первых, было бы здорово заняться созданием контента, который бы сокращал расстояние, которое возникает, как сейчас замечают психологи, между детьми, которые действительно родились уже в цифровую эпоху, и нами, их родителями, которые, ну, может быть, продвинуты, но тем не менее, все равно являются цифровыми такими иммигрантами. И во второй части я бы очень хотел поддержать Тиграна не просто в создании детских режимов наших цифровых приложений, но и введении это в некоторый индустриальный стандарт, потому что в этом случае дети смогут пользоваться большим количеством приложений безопасно. И когда мы разговариваем о цифровой среде, мы будем скорее говорить не об угрозах, которые идут с той стороны, а о возможностях, которые она предоставляет нам для комплексного и быстрого развития наших детей. На этом у нас все. С вами были Виктор Черкасов и Мария Венле. Еще больше новостей на нашем сайте Система.ру и телеграм-канале Система.Ньюз. Всем хороших выходных и отличного настроения!